МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 211 тысяч преступлений зарегистрировано на территории Малаховки и близлежащих населённых пунктов за три квартала 2018 года. Эту цифру озвучил начальник отдела полиции Малаховский Анатолий Гордеев. С докладом он выступил перед коллегами. Гордеев отметил, имеет местоположительная динамика. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество правонарушений снизилось на 22,5%. Судимых несовершеннолетних нет. Хотя ещё в прошлом году у нас было таких несовершеннолетних, в группе притом трое, совершали кражи. Пресечение распространения наркотических и психотропных средств, а также организация работы с мигрантами, Анатолий Гордеев назвал одним из главных направлений деятельности Люберецкой полиции. Созданы сейчас рабочие, так называемые, рабочие дома, где привлекается труд иногородних людей. Но, как практика показывает, то есть мы со всеми остальными организациями проверяли деятельность этих трудовых домов. То есть со стороны закона у них всё чётко соблюдено по пунктам. На данный момент их четыре, а планируется ещё открытие этих домов. Также он отметил, что особого внимания требует территория нового микрорайона в Марусине. Она находится в отдалении от пункта полиции. Необходимо в ближайшей перспективе здание под территориальный пункт полиции непосредственно в Марусино. Туда будут входить все прилегающие городские поселения. Мы ходатайствуем об увеличении штатной численности с целью увеличения плотности наружных нарядов. И что в конечном итоге будет способствовать поддержанию должного правопорядка на обслуживаемой территории. Подводя итоги, Анатолий Гордеев напомнил коллегам о том, что залог сокращения числа преступлений – это вовремя проведённая профилактическая работа в стенах учебных заведений. Он попросил сотрудников полиции уделить особое внимание этому направлению работы. Мария Кузьмичёва и Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин